В начале 20 века начинается мировой передел. На политическую и экономическую арену выходят новые лидеры – Россия и Япония. Они теснят мощные колониальные державы, такие как Великобритания и Франция. Камень преткновения в международных спорах – приморские территории, дряхлеющие Китайской империи, в первую очередь Леодонский полуостров. Последний российский император Николай Второй главной задачей своего правления считает усиление русского влияния на Дальнем Востоке. Он нацелен установить контроль над Леодоном, который после войны с Китаем заполучила Япония. Русскому императору нужен выход к Желтому морю через ключевые порты Леодона – Дальний и Порт Артур. В знак решительности своих намерений Николай Второй начинает прокладывать к Леодону железную дорогу. И Дальний, и Порт Артур были у Японии уже в кармане. По условиям мирного договора Китай отдал стране восходящего солнца всю Манчжурию и Леодонский полуостров. Однако Россия не позволила дальневосточному соседу насладиться победой. Она вынуждает Японию вернуть полуостров Китаю и берет Леодон в аренду. Отнятой победы Япония не простила. В конце 1904 года Япония без объявления войны обстреливает русские корабли на рейде Порт Артура. В корейской бухте Чемульпо знаменитый крейсер «Варяг» – символ доблести русского флота – принимает сражение с японской эскадрой. После неравного боя капитан крейсера Всеволод Руднев решает, не спуская флага, затопить корабль из-за тяжелых повреждений. Так начинается русско-японская война. На войну истратили почти 2,5 миллиарда рублей. И требовалось все больше и больше. Деньги необходимы, чтобы вооружить и прокормить армию на Дальнем Востоке. Государственный банк оказывается в трудном положении. Нужно сохранить золотой запас и не допустить падения рубля. Встал вопрос о прекращении свободного размена банкнот на золото. В первые месяцы войны в стране патриотический подъем. Даже революционно настроенная молодежь поэту Зимнего божий царя храни. Но уже через год русские войска терпят поражение. В январе после героической обороны сдается Корт Артур. В мае происходит трагическое поражение русского флота при Цусине. Настроения в обществе резко меняются. 77 процентов населения России составляют крестьяне. Именно они почувствовали на себе обратную сторону золотой реформы, дороговизну продуктов. Не лучше положение у пролетариата. Мизерные зарплаты, 12-часовой рабочий день и полное бесправие. 9 января 1905 года народ идет просить у батюшки царя лучшей жизни. Войска демонстрантов расстреливают. С кровавого воскресенья начинается первая русская революция. Бастует вся империя. Останавливаются фабрики, заводы, железные дороги. Страна ежедневно теряет миллионы рублей. Сохранить экономическое чудо-витто могут только внешние займы. Однако, когда французские банкиры приезжают в Петербург обсудить условия, они видят критичность ситуации и спешно покидают российскую столицу. В 1905 году Лев Троцкий под фамилией Арбузов нелегально возвращается из Европы в Россию и публикует финансовый манифест. Троцкий утверждает, золотой запас государственного банка ничтожен. Он призывает крестьян не платить по выкупным платежам, а рабочих требовать выдачу заработной платы исключительно золотом. Троцкий прекрасно понимает, не будет твердого рубля, империя развалится. Государственный банк выдерживает настоящую осаду. Толпы вкладчиков пытаются вытащить из касс свои сбережения, причем обязательно золотом. Золотой запас стремительно сокращается. Кроме того, начинается бегство капитала в заграницу. Клиенты скупают иностранную валюту и переводят ее в заграничные банки. Только за один месяц, ноябрь 1905-го, государственный банк вынужден продать 240 миллионов рублей. Это равнялось четверти золотого запаса страны на тот момент. Как результат, золотой запас уже не покрывает количество бумажных денег в стране. Государственный банк больше не может выпускать банкноты. Его законное эмиссионное право исчерпано. Государство оказывается на грани банкротства. Николай II идет на беспрецедентную меру. 16 декабря 1905 года он тайно подпишет указ, который предоставит право Министерству финансов и Государственному банку выпустить дополнительно 150 миллионов бумажных рублей, не обеспеченных золотом. Об указе нигде официально не сообщают и держат его в строжайшей тайне. И только два года спустя, когда финансовое положение страны наконец стабилизировалось, Николай II собственно ручно уничтожил подлинник, так и не получившего ход документа. Дополнительную эмиссию удалось избежать. В апреле 1906 Франция все-таки предоставляет России экстренный заем. Угроза государственного банкротства отдаляется, но не исчезает окончательно. Нужно укреплять золотую рубль внутри страны. Для этого уже новый министр финансов Владимир Каковцев использует методы своего учителя Сергея Витты. Населению в очередной раз приходится затянуть пояса. Каковцев увеличивает пошлины с наследства, поднимает акцизы с продаж нефти, дрожжей и даже спичек. И вводит новый алкогольный налог. В этот раз на пиво. В апреле 1906 года премьер-министром страны становится Петр Аркадьевич Столыпин. Новый глава правительства меняет экономический курс империи. Он делает ставку на аграрную политику и отправляет крестьян на новые земли, в Сибирь и за Урал, обещая отдать на дело в частную собственность. В связи с новым курсом государственный банк меняет свою кредитную политику. Если раньше крупные суммы он сужал акционерным коммерческим банкам, то теперь в больших объемах выдаются ссуды под хлеб. Государство столкнулось с тем, что необходимо как-то помочь крестьянам, на которых лег двойной налоговый гнет государственных налогов и выкупных платежей. Оно разрешило эту проблему таким образом, что создало систему своеобразных мелких крестьянских банков. Хлебный экспорт в начале 20 века, как сегодня, продажа нефти. Основная статья государственного дохода. Однако часть зерна до западного покупателя не доходит, портится и теряется в пути еще на российской территории. Государственный банк на собственные средства начинает строить сеть элеваторов. Склады для хранения большого количества зерна. Элеватор представляет собой огромный склад для хранения зерна. Там помещаются сотни тонн драгоценного продукта. Специальные условия хранения позволяют зерну не портиться. Кроме того, от грызунов ценное сырье защищают отряды котов и кошек. Элеваторы возводят у основных железнодорожных станций. Принцип работы элеватор прост и практичен. Когда под него заезжает поезд, в вагон засыпается необходимое количество зерна. Такая система исключает порчу и воровство продукта. Сеть зернохранилища элеваторов позволила государственному банку копить золотые запасы зерна. Россия могла диктовать свои условия на мировом рынке. Когда цены на хлеб снижались, государственный банк притормаживал экспорт. Когда росли, объем экспорта увеличивался. К 1909 году Россия по темпам промышленного роста и объему золотого запаса выходит на уровень дореволюционного 1904 года. Государственный банк становится одним из самых крупных европейских центральных банков. Его конторы и отделения открыты во всех больших городах и крупных губернских центрах. К 1913 году в регионах работает 138 учреждений государственного банка. В начале 20 века управляющий провинциальной конторой государственного банка, местная знаменитость, его знают все, от него требует того же. В провинциальной жизни мало что изменилось за последний век. Управляющий банком должен помнить дни именин первых лиц города и даже дни именин их жен и детей. Дела зачастую решаются не в конторе, а в домах местной знати. Почтенные купцы очень любят, когда главный банкир города вот так, запросто, после обедни или после бирж наезжает к ним в гости. Если управляющий на короткой ноге с первыми лицами города, то и дела у банка идут хорошо. Купечество задает тон деловой жизни России. В руках новых русских капиталистов основные промышленные отрасли, транспорт, торговля, финансы. В начале 20 века второе дыхание получает знаменитая Нижегородская ярмарка. Один из центров оптовой и розничной торговли. На ярмарку ежегодно съезжается 200 тысяч человек. И это при том, что в самом нижнем проживают чуть больше ста. Отделение Государственного банка активно кредитует бойкую торговлю, помогает городу строить гостиницы, трактиры, цирюльные кузницы и аптеки. Для заключения сделок на территории ярмарки открываются филиалы крупнейших коммерческих банков. Акционерные коммерческие банки в конце 19 столетия всего лишь скромные посредники в платежах. Но за первые 10 лет 20 века при поддержке Государственного банка они становятся крупными промышленными кредиторами. Коммерческие банки финансируют торговлю и промышленность. А их, в свою очередь, кредитуют главный банк страны. Банкам необходимо иметь какой-то внешний резервуар, из которого они могли в случае необходимости получать дополнительные средства. Таким резервуаром и выступает Центральный банк или Банк Банков. К 1914 году зерна России экспортируют столько же, сколько Аргентина, Америка и Канада вместе взятые. А от продажи сливочного масла получают такой же доход, как от добычи золота. Вот здесь на этом столе почти 400 килограмм золота. Чуть меньше 13 килограмм в каждом слитке. В Государственном банке Российской империи в 1914 году хранится самый большой золотой запас в Европе. Свыше 1300 тонн золота. Это 3000 таких столов. Российский рубль – твердая и конвертируемая мировая валюта. Однако золотой век российского рубля окажется ярким и недолгим. Финансовое могущество Российской империи вскоре исчезнет в огне Первой мировой войны и Октябрьской революции. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова